Павел Николаевич, скажите, вот сегодняшний суд, он был связан с обеспечительными мерами? Вот известно, что сейчас в одной части уже Дома культуры идут занятия, а в другой еще вот это какое-то оцепление. Суд не был связан с, так как, мерами обеспечительными, он касался уже прямого рассмотрения вопроса. И, кстати, я удивлен, что судья сразу, приняв решение о передаче дела по подсудности, а мы об этом говорили, что это не дело Виндовского городского суда, а это дело именно арбитражного суда Московской области. Так вот, суд, приняв решение о передаче по подсудности, почему-то не принял решение о снятии обеспечительных мер. Потому что на суде сегодня явно показали, что никакого договора действующего между ЗАУСовом с Лениной и Центром культуры не было. В течение года они платили по совершенно другому договору, а двух договоров на одно и то же здание быть не может. Суде сразу надо было принять решение о снятии обеспечительных мер. Но она передала это по подсудности в арбитражный суд. Если продолжится безобразие, которое сейчас творится, и муниципальная власть не поймет, что не надо препятствовать детям заниматься во дворце культуры, тогда 15 дней будет апелляция, потом Московский областной суд, потом он примет решение, что нужно передавать в арбитражный, потом арбитражный. В общем, месяц мы потеряли, и за этот месяц уже точно муниципальная власть заплатит. А вот дальше будем смотреть, сколько они еще будут тянуть, потому что все понятно. Никто не может заставить нас заключить договор с Центром культуры, тем более что Центр культуры неоднократно нарушал условия договора и нарушает сейчас. Никто не может запретить нам самим заниматься детьми. А у нас на сегодняшний день больше 400 человек уже в кружках занимаются. И 10 клубных формирований перешли к нам. Сейчас еще два клубных формирования откроются. Вы, наверное, видели, как мы провели новогодние праздники, как сейчас занимаются уже в той части, которая, слава богу, свободна от этих захватчиков. Дети занимаются уже художественной гимнастикой. Мы там отремонтировали все, обеспечили полную пожарную безопасность. И теперь приступили к работе. И там все дети, жители совхоза, заходят бесплатно. Ну и видно, что большинство из работников Центра культуры перешло к нам на работу и прекрасно занимается. Кстати, видели тут вот это «за-за-за», кто рассказывал, что пенсионеры выселили на улицу. Пенсионеры прекрасно себя чувствуют в отремонтированном клубе «Золотая осень». Ездят в поездки, занимаются всякой работой, шитьем. В общем, видно, что работа продолжается. То же самое со спортом. То же самое и с детьми, которые ходили в эти клубные формирования. Поэтому мешать нам, конечно, можно. Затягивать эти процессы можно, но в любом случае мы победим. Павел Николаевич, а скажите, пожалуйста, а кто представляет вот этот муниципальный МУК в суде? Кто их юристы? Это очень интересный вопрос. Мы уже неоднократно говорили, что все действия, которые направлены на развал в совхозе и социально-культурной сферы, и экономической сферы, все эти действия координируются рейдерами. И вы сегодня еще раз убедились в том, что люди, которые представляют интересы якобы муниципального учреждения Центра культуры, на самом деле это юристы фирмы «Юст», которая уже три года оказывает всяческую юридическую поддержку рейдерам, рота «Агро». Очень много всяких судов у нас нападает на работников совхоза, ведет различные дела, связанные с зданиями, которые принадлежат Макаренко и всем остальным. То есть это все звенья одной цепи. Все это финансируется, естественно, вот этими рейдерами, и они приходят уже, видите, с доверенностями даже уже и от муниципальной службы. Понятно, что муниципальная служба, недавно я получил письмо, кстати, очень интересное, где некто Квасникова, это замглавы администрации, пишет, что елку у дворца культуры установили акционеры. А мы-то видели, что елку устанавливал некто из веков. То есть из веков фактически становится акционером. Совхоза имени Ленина якобы, имея в виду, что он представляет интересы рота «Агро». И тут уже никуда не откручишься. То он рассказывает, что рота «Агро» поставила охрану во дворец культуры, то он рассказывает, что елку муниципальную не дают ставить, а потом оказывается, что эта елка не принадлежит муниципалам. Это одни и те же захватчики. И поэтому все это укладывается, в нашем понимании уже всем стало ясно, что это просто один из элементов рейдерского захвата, устроить здесь вот это безобразие, которое они устраивали с этими молодчиками, которые в совхозе не живут, ходят в масках и грязью поливают работников, совхоза, коллектив, ну и мешают работать. И вот это вот, скажем так, абсолютно отвязанная там охранная фирма, которая прибежала, тут 16 человек, помните, как это было, да? И это некоторый жуков, который пытается через, скажем так, различные структуры мешать работать, и еще и приносит, и пытается установить в пожарную сигнализацию какие-то неизвестные предметы, которые, на самом деле, скорее всего, не способствуют безопасности у Дворца культуры, наоборот, ее усугубляют. Поэтому, ну, просто постепенно мы всех выведем на чистую воду. Ну, это люди и сейчас уже видят, кто защищает интересы простых людей, а кто пытается просто тут устроить, ну, скажем так, из территории социального оптимизма территорию социального пессимизма. Тем более, что сейчас все вспоминают Добренкову. Год назад, представив себе, было невозможно, что вот такие безобразия будут твориться в совхозе. В связи с сегодняшним решением у вас как-то укрепилась вера в российское правосудие? Да нет. Судья была, видно, готова принять решение, просто она, они и противная сторона, и она не ожидали, что в закупках, а 44-й закон никто не отменял, явно видно, что на самом деле, с кем был заключен договор, что он прекратил свое действие. Мы предъявили документ, который у них, судя по всему, отсутствовал. Ну, на самом деле, они его просто, наверное, спрятали. Что есть акт передачи 30 декабря 2019 года, обратно Дворец культуры перешел, скажем, по акту в совхоз имени Ленина. Они просто часть документов либо спрятали, не показывали, но надеялись, что телефонное право сработает в данном случае. Ну, и оно почти сработало. Просто, ну, есть такие неопровержимые вещи, которые прям в интернете. 44-й закон не позволяет. Два договора на одну и ту же тему. То есть, ну, конечно, можно воровать деньги, но не так же. Поэтому судья поняла, что лучше отдать это дело в организационный суд. Ну, просто оно будет затянуто. Понятно, что наши оппоненты вышли ошалевшие. Они даже не ожидали, скажем так, что есть полностью доказательства того, что никакого договора между совхозом и Ленина и вот этим центром культуры в 2020 году просто не было. Ну, еще раз. Дорогу осилить идущий. Другое дело, что я пытаюсь дозвониться опять до чиновников и объяснить им, что они наносят ущерб не только детям, которые должны заниматься не только совхозу и Ленину, но и муниципальной службе. Это, в общем-то, на самом деле их действия, а это уже неоднократно. Случалось, когда по команде каких-то чиновников происходят какие-то действия, потом суд признает их неправильными. Вот последнее дело было такое же. 6 миллионов вынужден в бюджет Ленинского городского округа заплатить предпринимателю, у которого незаконно снесли его павильон. И никто как будто бы не должен ответить. То есть, какой-то чиновник принимает решение незаконно снести какой-то объект. После этого судом признано, что он действует, этот чиновник, незаконно. Бюджет должен выплатить больше 6 миллионов, а чиновник как будто бы не несет ответственности никакой. В трех местах, знаете, полные безответственности. Это в детском саду, в психушке и в администрации Ленинского городского округа. Они абсолютно считают, что все, что они не сделают, рано или поздно, даже если это противозаконно, будет им прощено. Вот я хочу позвонить и сказать, вы наносите ущерб Ленинскому городскому округу. Ясно, когда они там, а я вам потом как-нибудь расскажу, как принимаются бюджеты и что на самом деле в этих бюджетах заложено. То есть, денег на социальную политику у них нет, а денег на воровские схемы там предостаточно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!